С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 14 августа и сразу же уродившихся в этот день. В 1727 году появился на свет князь Александр Вяземский. Действительный тайный советник, один из ближайших сановников Российской императрицы Екатерины II. Генерал-прокурор Сената, член Совета при Высочайшем Дворе. Почетный член Петербургской Академии Наук. В 1742 году родился Пий VII, папа римский, который прославился тем, что отлучил от церкви Наполеона I и арестован был императором, но так и не уступил ему. 1866 год. Рождается представитель литературы Серебряного века, поэт и писатель Дмитрий Мережковский. Эрудит, полиглот, претендент на Нобелевскую премию. Он оставил после себя большое и неоднозначное наследие. Самое значительное его сочинение в прозе – историческая трилогия «Христос и Антихрист». О вечной борьбе Христа с Антихристом, обостряющейся кульминационные моменты исторического развития общества. Поэт враждебно встретил Октябрьскую революцию и в 1920 году эмигрировал сначала в Польшу, а затем до конца дней жил в Париже. С каким коварством и обманом всю жизнь друг с другом спор ведем. И каждый хочет быть тираном, никто не хочет быть рабом. 1962 год. День рождения Алены Свиридовой. Авторы песен, композиторы, актрисы, телеведущие, члены Союза писателей России и заслуженной артистки страны. О событиях дня. 1457 год. В немецком городе Майнце выходит в свет первое точно датированное издание Псалтыри – одно из книг Ветхого Завета, которое содержало 151 псалом. Все эти хвалебные песнопения были переведены с древнееврейского, за исключением последнего 151-го псалма, переведенного с греческого. В средние века псалтырь была основным учебным пособием для овладения грамотой. 1775 год. По царскому повелению ликвидируется Запорожская сечь. Причиной такого решения – покорение Крыма и усмирение татар. В результате чего значение сечи для защиты южно-русских поселений от их набегов просто утратило свою силу. К тому же была подавлена крестьянская война под предводительством Пугачева. Сама же сечь к тому времени превратилась в место, куда стекались гайдамаки из Польши. Поэтому Екатерина II решила разогнать запорожцев и велела войскам занять сечь. Часть запорожцев уходит за Дунай, в Турцию другая – на Кубань. В 1888 год американский инженер-изобретатель Оливер Шелленбергер запатентовал первый счетчик электроэнергии для переменного тока. Этому способствовало открытие изобретателя, произошедшее параллельно с Николой Тесла. Речь об эффекте вращающихся полей благодаря ему Шелленбергер и разработал счетчик. Однако он не учитывал коэффициент мощности, поэтому счетчик не подходил для работы с электродвигателями. Дальнейшее усовершенствование этого устройства привело к изобретению индукционного счетчика, способного замерять мощность потребления тока. Первые такие счетчики весом в 23 килограмма делали 240 оборотов в минуту. 1893 год. Парижской полиции было издано следующее распоряжение. Запрещается пользоваться транспортом с двигателем без официального разрешения, выдаваемого нами по просьбе владельца. Это разрешение может быть в любой момент отменено нами по рекомендации механиков. Для получения соответствующего документа требовалось сдать экзамен по вождению. Так появились официальные водительские права, которые с фотографией водителя и указанием типа транспортного средства выдавались Министерством общественных работ. 1930 год. Совнарком СССР принимает декрет об обязательном начальном образовании. Таким образом, в стране вводится повсеместное обязательное обучение детей в возрасте от 8 до 10 лет. Сначала обязательной была первая ступень, это 4 класса. Но уже в 1931 году в промышленных городах и рабочих поселках введена семилетка, вторая ступень. А с 1932 года – десятилетка. 1936 год. Впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол. В финале сборная США выигрывает у канадцев со счетом 19-8. В 1945 году император Японии Хирохита издает указ о безоговорочной капитуляции Японии. В ночь на 15 августа сторонники продолжения войны попытаются поднять мятеж, и силами одной охранной дивизии займут императорский дворец. Но к утру путь будет подавлен. В то же время в Маньчжурии еще продолжаются жестокие бои между советскими войсками и Квантунской армией. Они закончились только 24 августа, а освобождение Курильских островов вовсе было завершено лишь 1 сентября. 1946 год. ЦК ВКПБ принимает постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В нем подвергаются критики писатели, которые тянут советскую литературу в болото безидейности, беспринципности, формализма, низкопоклонства перед гниющей, упадочной буржуазной культурой. Принимается решение прекратить доступ в журнал произведениям Зощенко, Ахматовой и им подобным. Прекратить издание журнала «Ленинград». Постановление отменят лишь решением по людбюро в октябре 1988 года, как ошибочное. Ну и последнее. В 1908 год. В Фолкстоне в Англии на ипподроме проводится первый международный конкурс красоты. В нем участвовали девушки из пяти стран – Франции, Англии, Австрии, Ирландии и США. Победительницей стала местная 18-летняя Нейли Джерман, которая хороша была в купальнике и вечернем платье. «Я хочу мира на земле и нового поросенка для моего папы». Именно эта фраза девушки стала ключевым фактором, который просто сразил жюри на повал. Уже в следующем году конкурс попадает в центр внимания всего мира, став таким образом предшественников современного конкурса «Мисс Мира». Самый же первый конкурс красоты прошел еще раньше, 19 сентября 1888 года в Бельгии на курорте «СПА». В финальной части принимала участие 21 претендентка на титул «Королевы красоты». А отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. 1888 год, а уже фотография. Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраке, а женщины в длинные платья. Победительницей стала опять же 18-летняя креолка из Гваделупы, которой досталась премия в 5000 франков. Корону на первую «Мисс» не надевали. Этот атрибут был придуман позже. Самый первый современный конкурс красоты «Мисс Мира» составился в Лондоне 15 апреля 1951 года. Тогда 30 девушек появились на сцене в купальниках бикини, в то время еще неизвестных в Англии, чем произвели небывалый фурор. Небывалую популярность конкурсы красоты приобретает с появлением телевидения. Первая прямая трансляция состоялась в 1954. Ее посмотрели более 27 миллионов человек. До России традиция выбирать самую красивую девушку доходит только в 1988 году. Тогда Коммунистический союз молодежи совместно с журналом «Бурда» организовал конкурс «Мисс Москва-88». Первой в истории «Мисс Москвой» стала 16-летняя Маша Калинина. Поистине красота стала телевизионной силой. Но иногда все-таки хочется вспомнить и об уме. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Коммунистический союз «Мисс Москвой» Коммунистический союз «Мисс Москвой»